На сегодня все места в Республиканском госпитале заняты. С начала апреля он был перепрофилирован на лечение больных с коронавирусной пневмонией. За это время здесь пролечили около 3000 пациентов, но поток больных не снижается. Как уберечь себя от заражения и что советуют врачи госпиталя и пациенты, знает Татьяна Иванова. Республиканский госпиталь в числе первых был перепрофилирован под инфекционный стационар и до сих пор работает в особом режиме. Сейчас здесь лечатся больные с подтвержденным ковидом и с вне больничной пневмонией. Состояние многих тяжелое, поэтому врачи госпиталя советуют, если у пациента легкое течение вирусной инфекции, лучше лечиться дома. Если по КТ дают картину вирусной пневмонии и она до 25%, как мы считаем по классификации, то лучше, конечно, пройти лечение на амбулаторном этапе. И еще одно предупреждение. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, ориентируясь на рекомендации из интернета или советы знакомых. У нас такие пациенты есть, которые дома в течение недели-двух занимались самолечением. К сожалению, лечились не совсем верно. Все это привело к затяжному течению болезни и прогрессированию. В таких случаях больных уже приходится прикладывать максимум усилий для того, чтобы их стабилизировать и чтобы они выздоровели. Здесь соблюдаются все санитарные меры. Персонал защищает себя специальной одеждой. Главный врач госпиталя Владимир Осипов сам проводит ежедневные обходы тяжело больных. В экстренных случаях медики проводят телемедицинские консультации с коллегами федеральных клиник. Чаще всего это обсуждение запущенных случаев. За полгода уже проведено более тысячи консилиумов. Александр Москвин почти три недели провел в стационаре и сегодня долгожданная выписка. Хотелось бы сказать, что очень все тяжело. И тем людям, которые не верят во все это дело, что это все байки. За время стационара я, к сожалению, потерял мать. Она у меня умерла в клинике Чапаева с поражением легких. Все это не шутки ни в коем случае. Нужно беречь. В первую очередь маски. Я тоже не верил в свое время. Но когда попал сюда, заметил, как все это тяжело. Впереди реабилитация. После коронавирусной пневмонии пациентам необходимо долго восстанавливаться. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют элементарные правила безопасности. Берегите свое здоровье. Соблюдайте масочный режим. Носите перчатки. Соблюдайте режим самоизоляции. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары.